Всем привет! В эфире Универ Ньюса. В студии я, Дарья Зотова. Наша команда подготовила для тебя порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь магистрскую программу изучают не только русскоязычные студенты, но и иностранные. Подробности в следующем сюжете Полины Романовой. На базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета открылась новая магистрская программа «Петролем инжиниринг» для иностранных студентов. Магистратура признана подготовить высококвалифицированных специалистов международного уровня. Мы поняли, что для того, чтобы дальше развивать образовательные наши деятельности и привлекать ведущих талантливых молодых ребят из разных стран мира, необходимо открывать программу на английском языке. И вот мы сделали первый шаг в этом направлении и открыли магистрскую программу «Петролем инжиниринг» на английском языке и привлекли таким образом сюда, в Казанский университет, магистрантов из других стран. Напомним, новая магистрская программа двух дипломов «Петролем инжиниринг» открылась в 2019 году. В августе того же года проходил отбор в первую группу магистратуры, которая является русскоязычной. В это же время проходил отбор и среди иностранных студентов. Отбор иностранных студентов проходит по стандартной процедуре, объявляется о том, что открыты места на магистратуру. И уже дальше идут конкурсные процедуры с ребятами, значит, собирает их портфолио, ознакомливается с их предыдущим образованием, они проходят тест и проходит собеседование. То есть это идет в несколько, в три этапа отбора студентов. Также для иностранных студентов был специально разработан учебный план, который позволяет осветить важные аспекты в области нефтегазовых технологий. Мы делаем упор на моделирование, гидродинамическое моделирование, геологическое моделирование, моделирование процессов под землей, процессов фильтрации в пористой среде. И еще делаем такие вещи, которые связаны с повышением нефтеотдачи, то есть чтобы повысить эффективность разработки нефтяных месторождений. В группе иностранных студентов обучается 12 человек. Это студенты из Алжира, Нигерии, Ирака, Китая, Эфиопии и других стран. В дальнейшем планируется привлечение иностранных студентов к реализации конкретных проектов не только в России, но и в тех странах, откуда они приехали. Полина Романова, Вероника Басова, Универньюс. Урегулирование ливийского конфликта продолжается. На днях в Берлине прошла международная конференция с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. А главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился приехать в Москву во второй раз для продолжения переговоров. О том, как ведущие мировые державы пытаются урегулировать продолжающийся уже много лет кризис, наш следующий сюжет. Начавшись как часть арабской весны, ливийский кризис перетек в войну и превратился в самостоятельный сюжет мировой политики. Ливия, некогда считавшаяся процветающей, превратилась в зону нестабильности, угрожающую всему Средиземноморью. Страна до сих пор остается камнем преткновения в столкновении двух противоположных взглядов на существовавший там в течение 40 лет режим Каддафи. Для его сторонников текущие ливийские события представляются хаосом, возникшим в результате свержения полковника и вмешательства внешних сил. Противники же режима Каддафи смотрят на события после 17 февраля 2011 года с осторожным оптимизмом. Однако в последнее время кризис мирного процесса в североафриканском государстве дает для него все меньше поводов. Ситуация в Ливии – это одна из наиболее острых международных ситуаций, сложившихся по результатам арабской весны. Мы знаем три государства, в которых государственный кризис, который произошел в результате арабской весны, перерос в гражданскую войну. Это Сирия, это Йемен, это Ливия. По Сирии, благодаря российским усилиям, удалось в целом ситуацию более-менее регулировать. А вот в двух государствах Ливии и Йемене ситуация продолжает оставаться очень сложной. В последнее время ливийский конфликт вновь актуализировался. С весны 2019 года фельдмаршал Халифа Хафтар, военачальник палаты представителей в Табруке, ведет наступление на столицу страны Триполи, где заседает правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджу. 13 января 2020 года в Москве прошла первая встреча, в рамках которой противоборствующие стороны приехали в Россию для переговоров. Однако в Москве Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. По данным Аль-Арабия, военный счел, что документ игнорирует несколько требований ливийской национальной армии. В российском Минобороны утверждали, что Хафтар попросил паузу вдвое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен. Видимо, все-таки вот эту первую встречу нужно, наверное, было бы охарактеризовать как пробный шарф в переговорном процессе между врагающими группировками. В принципе, главная задача была посадить руководителей врагающих группировок за 100 переговоров. Это удалось сделать, и в этом огромная, конечно, заслуга российской дипломатии, в том, что все-таки вот врагающие группировки сели за 100 переговоров и обсудили те надревшие вопросы, круг надревших вопросов, которые скопили за эти годы. В воскресенье 19 января международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН прошла уже в Берлине. На саммите были как ФАЭС Сарадж, так и Халифа Хафтар. Но организовать прямые переговоры между ними пока не удалось. Тем не менее, официальный представитель Кабмина ФРГ Штаффен Зайберт подчеркнул, что вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ Берлинской конференции по Ливии содержит положение об устойчивом прекращении огня. Я считаю, что конференция больше успех, чем провал, потому что впервые все собрались для решения конфликта в таком представительном составе. Раньше ни в одном конфликте такого не было. Когда были конфликты в Ираке, в Йемене, в Сирии, то есть конфликты этого региона. Но каждый действовал сам по себе или, может быть, в коалиции своих союзников. А вот по Ливии впервые мы видим совершенно новую историю, когда разные силы собираются за одним круглым столом, обсуждают и приходят к какому-то единому мнению. Тем временем главнокомандующий Ливийской армии согласился вернуться в Москву для продолжения переговоров. Об этом фельдмаршал сообщил в письме Владимиру Путину, поблагодарив его за усилия по достижению мира в стране. Его, конечно, здесь будут ждать. А он, в свою очередь, конечно, без России сейчас не сможет ничего окончательно решить. Ну, вообще, роль России какова? Она непосредственно не участвует, не поддерживает ни одной из сторон. Без нее бы конференции в Сирии не состоялась. Россия фактически уговорила, уходила за стол переговоров об противоборствующей стороны. То есть Россия сейчас выступает как медиатор на Близнем Востоке, в Северной Африке. Очень уважаемая третья сила, которая может урегулировать конфликты разным путем. Камиль Гимазденов, Универньюс. Всемирная организация здравоохранения объявила экстренное заседание, посвященное вспышке нового коронавируса в Китае. Количество заболевших стремительно растет. Сейчас их по всей стране уже 218 человек. 20% находятся в тяжелом состоянии. Трое заразившихся скончались. Об этом в сюжете Лилии Батталовой. Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий новый вид тяжелой пневмонии, продолжает распространяться в Китае. Эксперты выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. Уже выявлены случаи заражения людей от родственников. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами. Ранее специалисты отмечали, что большинство коронавирусов циркулируют между животными или передаются от животного к человеку. Это же предположение было сделано и относительно нового типа коронавируса. Однако два жителя провинции Гуандун заразились от своих родственников. Ну, коронавирус на самом деле достаточно распространенная группа вирусов. Это не редкость в живом мире. То есть эти вирусы, они достаточно широко распространены и паразитируют на самых разнообразных организмах. У человека есть коронавирусы. Есть коронавирусы у животных, у собак, у кошек, у коров, у овец. Но, возможно, это связано с высокой потностью населения, может быть, в Китае. Это может быть связано с особенностями национальной диеты. Может, они сырым какое-то мясо, допустим, съели или яйца. Чаще всего больные жалуются на лихорадку. У некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики. Соседние страны с тревогой смотрят на ситуацию в Китае. Уже поступают данные, что неизвестный ранний возбудитель пневмонии появился в Японии, Таиланде и Южной Корее. Правда, пока речь идет о единичных случаях. Лилия Баталова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова